Приветствую вас. Если честно, то по описанию вашего вопроса очень похоже, что вы не любите себя и своим чувствам вы не доверяете. Очень похоже, что вы обесцениваете себя, возможно даже хотели бы пытаетесь себя, ну, наказать за что-то, потому что, опять же, возможно вам кажется, что вы недостойный человек, что вы не должны быть жить и так далее. Вот. Это то, что видится исходя из, вот, текста. Да? А, значит, вот вы пишите, что, как называется это состояние, как поставить себя на место. А в том-то дело, Алина, что на место себя ставить не нужно. Вот знаете, сама постановка вопроса вашего, она неправильная, неверная, она негативная. То есть, вы мыслите именно так, что я должна поставить себя на место. Но, почему? Зачем? И что это даст вам? По факту, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что внутренне в душе вы проговариваете очень похожие мысли. Вы проговариваете очень похожие идеи. Вы проговариваете то, что вам родители транслировали. Знаете, какая история? И, возможно, у вас продолжается, с одной стороны, эта самая борьба с ними, с родителями сейчас. За, допустим, ну, допустим, за самостоятельность какую-то, допустим. Может быть, что-то ещё. Да, что-то ещё. Вот. С одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, у вас здесь присутствует оральное поведение. Это такой вид, такой вид поведения, когда человек нуждается в любви. Это такой вид поведения, когда человек испытывает потребность в любви. и происходит это, как правило, через рот, да, то есть, ну, в виде курения, как правило, это происходит. То есть, именно, именно курение, курение, алкоголь, да, изначально то, что свидетельствует об отсутствии любви. Вот. А отсутствие любви есть, по сути, что такое? Вот. А отсутствие любви – это непринятие в себе. Что-то вот ощущение, да, что я какая-то неправильная. Вот. Ну и, соответственно, когда вы говорите, что вот, значит, я себя, себя чувствовал инвалидом, потому что у меня была температура. Ну, определенная, да. Вот. Это вот, опять же, это такое вот у вас отношение к себе. То есть, там, где в норме, вот, именно там, где в норме было бы отнестись к этому как к заболеванию, да, неприятному, да, как бы, хорошего в этом, безусловно, ничего нет, но там, где можно было отнестись к этому с пониманием, да, у вас этого понимания, соответственно, не было. И нет. Вместо этого вы себя бесценивали, вместо этого вы себя бичевали, наверное, даже презирали себя за то, что вы вот, ну, такая вот ущербная, да, что у вас там температура постоянная и так далее. Именно по такому восприятию себя и характеризуется ваше глубокое обесценивание. Что касается запретов, запретностей измен, которые вы сейчас совершаете, что касается этого, то здесь мне видится ситуация следующая. Во-первых, вы, когда выходили замуж за своего мужа, вы руководствовались не любовью, не любовью, к нему, а вы руководствовались чем-то другим. Я, конечно, не знаю чем, я не знаю чем вы руководствовались, но точно это была не любовь. Потому что, ну, раз вы, вот, готовы, раз вы изменяете ему, да, и, в общем-то, не переживаете по этому поводу, да, если у вас нет чувства, что вы делаете что-то неправильно, значит, ну, муж вам особо не был интересен. Это неплохо. Это неплохо. Это скорее просто факты. Это скорее просто факты, на которые вам сейчас требуется обратить внимание. Да, то есть, прежде чем, вот, говорить о том, как что-либо останавливать, да, прежде чем говорить о том, чтобы, значит, в чем-то себя ограничивать, да, прежде чем заниматься ограничением себя, нужно сначала подумать, как вы пришли к тому, что сейчас у вас имеется, нужно подумать, как вы оказались там, где вы оказались, ну, там, где вы сейчас, вот. Вот и определите, что для вас, эээ, значил и значит муж сейчас, вот. В общем, обязательно, без вины, то есть, не нужно воспринимать это именно в контексте обвинения, да, то есть, обвинить вас, эээ, никто не хочет. Вот, по крайней мере, у меня, по крайней мере, ну, такой вот задачи и, в общем, в общем-то, цели не ставить. Просто вы не добьетесь ничего, если не разберетесь с тем, как оказались в этой ситуации, ну, ситуации, которая вот сейчас происходит. Правда. Вот, эээ, значит, дальше, вы пишете, эээ, занимаюсь своим здоровьем, да, то есть, это для вас было, скорее, негативом, чем позитивом. Выдоровец начал ходить в спортзал, появились результаты, какие, для чего вы ходили в зал, а начала чувствовать себя ещё лучше, в принципе, разрешать себе всё, и тусовки, и так далее. А, вот откуда такое разрешение? По какой причине, эээ, ваша энергия идёт, эээ, туда? Почему она идёт туда? Энергия. На, ну, условно говоря, на такое времяпровождение. То есть, не на развитие своё, не на рост. А, эээ, свой. А именно, эээ, только вот на, эээ, такое направление. То есть, такое впечатление, да, что вы, объясните, вы пытаетесь забыться. Это не совсем, так сказать, осознанное поведение. То есть, по сути, вы просто от чего-то берите. В алкоголь, в наркотики, в, эээ, мужское внимание, возможно, которого, которого много, которого вам нужно много. Понимаете? Вот. Вот вы говорите, что, эээ, раньше обсуждали, эээ, сигареты. А, почему вы решили, что, эээ, можете обсуждать что-то? Почему вы решили, что, ээээ, ну, что можете обсуждать? То есть, откуда у вас, эээ, вот, эээ, такое желание обсуждать? Желание обсуждать либо из запрета, либо из, эээ, следованию, слепому, следованию, из слепого следования родительской позиции, что, эээ, сигареты обязательно плохо, да, и всё. Они-то, может быть, и плохо. Ну, так, осуждать вы, эээ, как бы, вы не имеете, эээ, возможности осуждать, эээ, тех, кто что-то делает. Потому что, выбор, есть выбор, выбор, эээ, людей. Получается, что вы этот выбор принять не можете. И из-за этого, соответственно, эээ, ну, вы испытываете, эээ, какие-то, эээ, вероятно, не самые, эээ, лучшие чувства. Ну, я так думаю, я так думаю. Я так думаю, по крайней мере, я здесь могу ошибаться. Конечно же, вот, ну, пока мне кажется, почему-то, именно так. Вот. Дальше идём. Значит, я замужем, на лето с ребёнком уехал в гости, тот тусовец, появилось огромное количество мужского внимания, соответственно, много любовников. А, нет. Нет, Алина. Немного. Вот, то есть, не царует сына много любовников. Это у вас появилось много любовников. Потому что, однозначно, нет, мужем, выстроены, ээээ, изначально, эээ, в корне, видимо, эээ, ну, видимо, ээээ, в корне неверно выстроены. Почему в корне, в корне, в корне неверно выстроены отношения с мужем? Это вопрос. Любовники-то ведь это всё такое, это показатель того, что с мужем что-то не так. Вы же выбрали мужчину, вы же вышли за него замуж, родили ребёнка. То есть это было достаточно серьёзное действие. Но по какой-то причине вас достаточно мало, что удерживало с мужем. Возможно это ограничитель ваш. То есть ну вы как бы чувствовали ограничение, чувствовали, что муж вас в чём-то ограничивает. Вот. Только не отдаёте себя чё-то в том, что ограничения вы создали для себя. Сами. Дальше. Так. Ээээ... Секса почти нет. Улыбнула эта фраза. Значит, но... Попыток было много. Тоже улыбнула эта фраза, непонятно что вы имеете в виду. Нравится только именно внимание, не лишь ласка. Ну то есть, по сути, всё то, чего вам возможно, возможно, повторюсь всегда, возможно, всё то, что вам не хватало в детстве. Вот. В детстве вам не хватало этой самой любви. Внимание, ласкорь вы пытаетесь, значит, добраться от этого. А муж ваш, муж, он выбран вами, ну, наверное, по какому-то другому критерию. Вот. По критерию, который, например, определён вашими родителями. Либо у вас есть некая, эм, такая, эм, ну скажем, эм... Эм, позиция, что, например, в браке, допустим, нельзя обочислить, или что-о-о-о-о, там... брак это для для проформы к примеру к примеру я обратно сейчас к примеру говорю вот это опять же результат вашей вашей неудовлетворенности вот это результат того что что вы хотите но того что вы себе возможно не позволяет опять вот я понимаю что это довольно мало как бы информация да но исходя из того что что вы написали да это вот единственное что пока можно сказать дальше сейчас лежу и думаю вины за то что из меня нет я явно отвечаю себе я явно отвечаю себе на вопрос зачем на этот вопрос зачем я изменяю ищу потому что нового мужа и хочу свалить было бы куда понимаете в чем дело алина нельзя искать нового мужа мужа искать нельзя можно человека искать для отношений к примеру можно личность искать опять же для взаимодействия пускать и да и но именно лично, а мужа искать нельзя, потому что тогда и получится, что вы в мужчине будете видеть только мужа, и он вас будет видеть только жену, а личности. И вот здесь мы приходим к тому, что личности в себе вы, скорее всего, не видите, в чём и есть, собственно, одна из, наверное, главных проблем, что вы в себе не видите личности как таковой. Вот. Собственно, из-за этого, по-видимому, все основные ваши трудности происходят. Для чего вам муж? Далее пишите, хочу свалить, было бы куда. Да куда свалить? От чего свалить? Куда вы бежите? Сейчас чувствую слабость, опачиваю, ничего не охота. Ну, в этом нужно разбираться, откуда это возникло. Не курю вторые недели, мне противно, но само вот это желание сделать это запретное. Ну, это опять же убежать, это опять же убежать, да, плюс, соответственно, ваши родители, скорее всего, поступали так же. Самое счастье желание видеть себя здоровой, как я хожу в зал, ем здоровую еду, а не шоколадкой. Почему я себя так уничтожаю? Спасыл родителей, как это остановить? Останавливать не надо, а раскрывать ваши здоровые желания и искать адекватные формы их реализации, это вполне себе выход. Так, я не нагулялась? Да, возможно, возможно, вы не нагулялись, но, скорее всего, это не нагуленность, как вы это называете, а, скорее, это нереализованность. Реализованность, более, так сказать, точная формулировка, это нереализованность, то есть вы не чувствуете себя реализованно. Это нормально, потому что вы 18 лет родили, вы сразу, по сути, оказались привязаны, я так понимаю, к ребенку, вот, и, и, вы, по сути, никак не развивались, никак не реализовались, ничего для себя, скорее всего, не приобрели, не сделали. Вот. То, что вы гуляете, ну, это, по сути, единственная, видимо, форма для вас хоть как-то себя проявлять. Но проявлять себя нужно в творчестве, в профессии, в развитии, в какой-то деятельности, вот. То, что вы делаете сейчас, это вас не развивает. То есть в качестве, в качестве отдыха, в качестве разнообразия в своей жизни, это очень хорошо. Ну, кроме, конечно, наркотиков и так далее. Все, что вредно и все, что, ну, вредно само по себе, да, и все, что вызывает привыкание, все это, как бы, неприемлемо, конечно. Вот. Но, в целом, в целом, как, разновидно, да, как, ну, как образ жизни некий, это вполне себе нормально. То есть я не думаю, что вам от створенности отказываться. Но вот вы как раз таки разделяете все-таки на правильную жизнь и неправильную жизнь. Правильное поведение и неправильное поведение, а жизнь, она не такая. В жизни нет этого, нет правильного и неправильного поведения. Если есть то, что вы хотите, то, что вам нужно, то, что принесет вам пользу и несет вам вред, все. И понятие вреда и пользы для всех, для каждого свое. Вот то, что вам начнет делать, это найти свои критерии пользы и вреда присутствуют к себе, к своим чувствам, вот. Ну и, конечно, исключить влияние родительских приписаний на ваше, значит, на ваше поведение, на ваше сознание. Если угодно, так вот можно выразиться. Дальше. Так, восьнадцать лет родила восьннадцать. Зачем? Родители всегда ругали за мои пьянки, в шестнадцать лет за курение и так далее. Ну, смотрите. Как бы ругали, да, ругали, значит, вы получали внимание. Если вы не делали, ну, ничего, да, то есть, если вы вели себя правильно, то вас и не ругали. Соответственно, это от нас привычка, вероятно, с детства таким образом к себе внимание, собственно говоря, привлекать, вот. А по-другому внимание получать вы ведь и не умеете правильно, а внимание это нужно. А родители-то говорят, что по-другому внимание ты никак не получишь. Ну, как бы, внушают вам это. Так что, вот здесь, примерно так, то есть ругали вас родители, это вот, как раз отсюда, из этой оперы. Дальше. Дальше. Вот так, сейчас запрет. Нет, живу отдельно уже. Но, мы не подрослели. Так, значит. Пробуем курение, да. Чтобы все чувствовать, чтобы сделать, чтобы чувствовать себя в гармонии. Ну, я бы рекомендовал вам вот те направления, которые я озвучил. Подумать, какой, какой вариант. И, в первую очередь, акцентировать свое внимание на том, что вы себе не принимаете, что вы себе отвергаете. И для чего, и почему вы выбрали именно вот такую модель, к примеру, собственную реализацию. Я уверен, что в своей семье, в своей семье вы чувствуете себя некомфортно. Ну, вы там не делаете, что вы хотите. Вы не принадлежите себе. И вы чувствуете, что вы себе не принадлежите. Вот. Ну, он не до момента такой. А как так можно, как так можно, что вы в вашей семье себе не принадлежите. Ладно, в родительской семье, там, как бы, уже правила сформировавшиеся до вас, как бы, это ламп, окей. Но в своей этой семье как? А вот получается такая история. Значит, у вас нет личной границы, у вас нет личной ответственности. Да? То есть, ну, как бы, не несете вы личную ответственность за то, что хотите. Вот. Свои желания вы инстинктивно, может быть, даже не замечая, то перекидываете на, допустим, ну, примерно на других людей. Вот. Это тоже несет страдания, это тоже несет негатив, это тоже несет напряжение. Вот с этого начните. А вам дальше уже видно будет. Гармония, это когда желания человека реализуются и совпадают с тем, что он считает нужным. То есть, совпадают с его ценностями. Вот. Все ваши ценности явно расходятся с тем, что вы делаете. Либо наоборот, ваше желание расходится с теми ценностями, с которыми вы следуете. И волей-неволей здесь появляется аудиогрессия, которая и проявляется в том, что вы себя уничтожаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин.